добрый день друзья сегодня приготовлю я супчик гороховый с брокколи и со свежим болгарским перцем сладким значит горох мы изначально замочили на ночь замачивала я нут где-то ну это часов 8 будет больше и затем мы его варим сначала варим в небольшом количестве воды тогда быстрее как-то варится насколько я знаю и заметила это вот он значит уже проварился у меня на около на 1 40 минут он варится после этого подготовили мы пассеровали лук мелко нарезанный и морковочку в общем то как бы мы пассируем так чтобы он не прижарился бы просто такой прозрачный лучок немного морковочки добавляем если у вас много добавьте по вашему вкусу вот и вот сейчас закипает у нас горох уже в очередной раз я немножечко убавляла чтобы показать весь процесс подготовили ему картошечку нарезали здесь где-то штук 67 наверное 7 картофелем нарезаем их дольками или кубиками как вы любите в супе вашим если меня брокколи замороженная уже у меня как бы сейчас свежий нет она сейчас может быть и подрастет но вот то что я заготавливала замораживала я сейчас буду использовать и болгарский перец вообще на самом деле самый вкусный суп будет с красным болгарским перстом толстостенным таким но сейчас у меня такого еще нет перчика вот вырос пока такой попробуем с ним я думаю тоже будет вкусно но красные особенный вкус дают потому что он будет там почти свежим его не будем не прижаривать не пассеровать значит вот сейчас закипела вода у нас так мы чуть-чуть еще убавляем и мы сюда опускаем картофель картофель сейчас прокипит минут 10 горох нужно сварить почти до полной готовности вот вы попробуете чтобы он уже был мягкий достаточно мягкий и такой знаете но не было совсем жесткости сейчас опускаем картофель и варим примерно 10 минут так друзья правда прошло у нас десять минут будем картошечку ну вот она должна так найти легко при нажатии ложечка она должна уже как бы сломаться у нас наши дольки вот я сейчас попробовала вот она раз и уже легко как бы разламывается и все мы теперь сюда что добавляем мы добавляем сюда наши овощи пассерованные сейчас я их добавлю так добавили я почему вам это не показывал одну рукой как бы я не могу сделать поэтому я уже добавила вам покажу затем мы сюда добавляем нашу капусточку брокколи она должна будет кипеть минутки 3-4 не больше вот как раз за эти четыре мутки у нас суп будет уже окончательно готов вот сейчас могу посолим горох я предварительно не солила тоже на свой вкус и знаете уже как бы размеры ваших емкости в которых вы готовите кастрюлька которая вас имеет уже определенный объем вы знаете сколько нужно соли у меня где-то не полная столовая ложечка солим это сюда добавляем сюда через две минутки мы добавим зелень сейчас вот покипит минутки 3-4 так три минутки кипит наши брокколи уже супе и мы добавляем практически одновременно мы добавляем зелень мне немножечко петрушки и зеленого лука сюда добавлю лук у меня замороженный был потому что уже у меня нет зеленого лука но я всегда заготавливаю чтобы у меня была зелень для супчиков я замораживаю и буквально за одну минуту до окончания варки мы бросаем болгарский перец свежий бросаем одну минутку он кипит пусть полторы принципе только вот дать ему покипеть одну минуту красный перец еще раз скажу будет конечно еще вкуснее в любом случае болгарский перец даст свой вкус и брокколи у них конечно особенный такой вкус и супчик будет замечательный сейчас ну вот такой вкусный супчик у нас получился с нотом с брокколи ну можно его со сметанкой конечно покушать очень приятный на вкус и необычный такая свежесть какая-то холодного можно кушать потому что он не на бульоне сварен очень вкусный суп советую вам попробовать приготовить всем приятного аппетита доброго дня всем кушайте всегда с удовольствием до свидания